Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, в Вейкий Понедельник, за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 24, стихи с 3 по 35. Послушаем его на церковно-славянском языке. Во время Оно, сидящего Иисуса на горе Илеонстве, И приступивши к нему ученицы, и наедине глаголюще «Рцы нам, когда сия будут, И что есть знамение Твоего пришествия и кончина века?» И, отвечав Иисус рече им, «Блюдите, да никто же вас прельстит, Мнозебо придут во имя мое глаголюще, и ака аз есм Христос». И многие прельстят, услышите же им эти брани, и слышание бранием. Зрите, не ужасайтеся, подобая во всем всем быти, Но не тогда есть кончина. Восстанет бы язык на язык, и царство на царство, И будут глади, и пагубы, и труси по местам. Вся же сия начала болезни, Тогда предадят вы в скорби, и убьют вы, И будете ненавидими всеми языки имени моего ради, И тогда соблазнятся мнозе, И друг друга предадят, и возненавидят друг друга. И мнозил же пророцев останут, и прельстят многие, И из-за умножения беззакония истяхнет любым многих. Претерпевы же до конца той спасеться, И проповедься сие Евангелие Царствия по всей вселении, Во свидетельство всем языком, И тогда придет кончина, Игда уба узрите мерзость запустения, Реченную Даниилом пророком, Стоящую на месте святе, Иже чтет да разумеет, Тогда сущие воюдеи добежат на горы, И Иже на крови да не сходит, Взять и я же в дому его, И Иже на селе да не возвратится, Вспять взять и рис своих, Гори же не праздным и даящим в те дни, Молитесь же, да не будет бегства в вашей зиме ни в субботу, Будет бы тогда скорбь велия, Якова же не избыла от начала мира до селе, Ни же имать бытии, И аще не бы же прекратились одни ионы, Не бы убы спаслась всяка плоть, Избранны же ради прекратятся одни ионы, Тогда аще кто речет вам, Сезде Христос и Леонди не имите веры, Восстанут бы лжехристи и лжепророцы, И дадят знамения, велия и чудеса, Яко же прельстите, аще возможно и избранныя, Все прежде лег вам, аще убы рекут вам, Все в пустыне есть не изыдите, Все в сокровищах не имите веры, Яко же бы молнии исходят от востока и являются до запад, Так и будет пришествие Сына Человеческого, И где же бащи будет труп, там и соберутся орли, Абия же по скорби дни тех, Солнце померкнет, и луна не даст света своего, И звезды спадут с небесе, И силы небесные подвигнутся, И тогда явится знамение Сына Человеческого на небеси, И тогда восплачутся вся колена земная, И узрит Сына Человеческого, Грядущий на облацах небесных, Силою и славой многою, И послет ангелы свои острубным глазом вели им, И соберут избранный его четырех ветер, От конец небес до конец их, От смоковницы женучейся притчи, И когда уживая ее будут млада, И листыя прозябнет, Видите, якоблиз есть жатва, Такой и вы, якда видите сиявся, Видите, якоблиз есть предверях, Аминь глаголю вам, Не мимо идет род сей, Донде же вся сия будут, Небо и земля мимо идет, Словеса же моя не мимо идут. В сегодняшнем евангельском чтении, Дорогие братья и сестры, Мы слышим несколько пророчеств Христа, Говорящих о приближении Суда Божия. Во-первых, пророчество о полном разрушении Иерусалима И Храма Господня, Военачальником Титом, Преподавление иудейского бунта Против Римской империи. Во-вторых, пророчество о кончине мира И втором пришествии Господа. В-третьих, о лжепророках и лжемессиях. В-четвертых, огонениях, Которые придется вынести Последователям Христа. Блаженный Феофилакт пишет, Спаситель предсказывает будущее бедствия, Чтобы подкрепить учеников. Обычно неожиданность нас более всего Устрашает и смущает. Потому Христос заранее смягчает страх Через то, что предсказывает будущее бедствия. Зависть, вражду, соблазны, Лжепророков, предтечь Антихриста, Которые будут вводить народ в заблуждение И во всякий вид беззакония. Несомненно, разрушение Иерусалима И ужасы, которые его будут сопровождать, Являются прообразами тех ужасов, Которые будут иметь место При кончине мира Перед вторым пришествием Христа. И вместе с тем Господь ясно дает понять, Что его второе пришествие И кончина мира Последуют очень нескоро После разрушения Иерусалима. Первым признаком приближения суда Божия Господь называет явление лжемессий. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, Ибо многие придут под именем Моим И будут говорить, Я Христос, И многих прельстят. Историк Иосиф Флавий Свидетельствует, что перед падением Иерусалима Действительно появилось множество Лжемессий-оболестителей. Вторым признаком будут войны, Как близкие, так и отдаленные. Также услышите о войнах И о военных слухах. Но эти войны, Как и природные бедствия, Будут только началом Грядущих мучительных ужасов, Которые по своей тягости Сравниваются Господом С болезнями рождения. Третьим признаком Господь полагает Жестокие гонения на Его учеников И последователей. Тогда будут предавать вас на мучения И убивать вас. И вы будете ненавидимы Всеми народами за имя Мое. И действительно, Само слово «христианин» Было ненавистно язычникам, В результате чего Явились нечислимые сонмы мучеников За Христа. Но тот, кто претерпит до конца Все бедствия, Не изменив Христу И не поддавшись лжеучителям, Заслужит вечное спасение. Четвертым признаком Приближения Суда Божия Будет проповедь Евангелия Во всем мире. И проповедано будет Сей Евангелие Царствие По всей Вселенной Во свидетельство всем народам. Проповедь эта станет Обличением против тех, Которые, слышав ее, Не уверовали. Открывая то, Каким будет его пришествие В мир Господь замечает, Как молния исходит от востока И видна бывает даже до запада, Так будет пришествие Сына Человеческого. Святитель Иоанн Затауст поясняет, Молния не требует вестника, Не требует проповедника, Но в одном мановении Является во всей Вселенной И тем, которые сидят в домах, И тем, которые находятся Во внутренних комнатах дома. Таково же будет И пришествие Христова, Которое вдруг явится везде По причине сияния славы. Дальнейшие слова Спасителя Не указывают с определенностью На значительность промежутка времени Между разрушением Иерусалима И кончиной мира, Но дают понять, Что перед кончиной мира Наступят совершенно другие дни, Которые своими страшными событиями Превзойдут всякое воображение. И вдруг после скорби дней тех Солнце померкнет, И луна не даст света своего, И звезды спадут с неба, И силы небесные поколеблются. По глазу таинственной трубы Последует воскресение мертвых, И ангелы соберут со всех концов Земли всех избранных. Еще Моисей созывал иудеев На собрание, Приказывая трубить в серебряные трубы. Этот способ созыва Использовался иудеями Во все последующее время, Почему Спаситель и привел этот образ. Видя же, как в точности Исполнилось предречение Господа О разрушении Иерусалима, Невозможно сомневаться и в том, Что также исполнится пророчество О Его Втором пришествии. Так, дорогие братья и сестры, Господь со страниц Евангелия Призывает нас к тому, Чтобы мы не спали духовно, Не были беспечны, Но были внимательны к признакам времен И вели добродительную жизнь. Именно в этом и будет выражаться Наша готовность Встретить Его славное возвращение С радостью и бодрым духом. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Субтитры создавал DimaTorzok